Распродажа. Это слово мы часто встречаем в преддверии праздников и по окончании каких-либо временных сезонов. Однако применительно к землям Серпуховского района этот термин, видимо, действует независимо от праздников на протяжении уже многих лет. Несколько дней назад в СМИ появилась информация о том, что в селе Липеце сразу 4 участка, общей площадью 56 соток, проданы за сумму, составляющую лишь 15% от их кадастровой стоимости. Ваш покорный слуга попытался разобраться в ситуации. Этим представителям крупного и мелкого рогатого скота невдомек, что пасутся они не на бесхозной земле, а на частных владениях. С приходом на свой пост нынешнего главы района, а это уже почти 15 лет, темпы разбазаривания земель, по мнению наших собеседников, приобрели чудовищные масштабы. Я думаю, что это ОПГ, даже сообщество, которое системно распродает государственные земли, которые принадлежат Серпуховскому муниципальному образованию, распродает нагло, распродает за бесценок. То, что с землей, да, у нас есть определенные проблемы, это, мягко говоря, сказано, но тут ни для кого не секрет. Но дальнейшее как-то прокомментировать достаточно сложно мне, да, и каким образом, то есть слухи рождаются, ли это правда. Тут, наверное, все-таки ведомства должны другие разбираться в этом вопросе. По мнению Петра Акулова, другие ведомства разбираться в этом вопросе почему-то не спешат. В этом он давно убедился. Петр Федорович многократно обращался во всевозможные инстанции, но в лучшем случае получал отписки. Бывший работник прокуратуры, опытный юрист, а ныне журналист прекрасно знает истинную цену земельных преступлений. Где 14, где 15, где 34, где 43 миллиона рублей, только по этим единичным случаям бюджет не получил. В одном случае 62, а таких случаев-то было сотни и сотни. Поэтому можно предположить, что я везде писал, что это колоссальные суммы. Ну это миллиарды. Куда они ушли? С Петром Федоровичем полностью согласен его коллега и соратник Сергей Сметанкин. Глава информационного агентства искренне сочувствует жителям Серпуховского района. Страдает бюджет. Бюджет Серпуховского района, где есть обанкротчины, где вечно нет денег. Посмотрите, как мы живем в городе, как мы живем в районе. По благоустройству и так далее. Более того, в каждом поселении это совершенно сплошная коррупция. На этой территории расположены 4 участка общей площадью почти 60 соток и кадастровой стоимостью более 4,5 миллионов рублей. По мнению портала Сметанка, проданы они были подставным лицам лишь за 15% от этой суммы. То есть менее чем за 700 тысяч. Зато потом уйдут в продажу уже по рыночной цене. Ну это кроме как мошеннической схемы, никакой другой, называйте словом, нельзя. Потому что, конечно, должны быть капитальные строения, должны быть, соответственно, оформлены документы. С начала разрешения на строительство, ввод в эксплуатацию данных зданий, то ли потом только перепродажи данной земли. В поисках капитальных строений, о которых говорил глава поселения, мы обнаружили лишь вот это творение авангардистской мысли. Эдакий деревянный монумент, как апогей деятельности районной администрации. Нашли и объявление о продаже участков, но то ли оно потеряло актуальность, то ли визит нашей съемочной бригады в Липеце не остался незамеченным. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я по объявлению, вот сегодня был в Липецах, увидел там растяжку, правда она валялась на земле, но там по поводу участков. Хорошо. Ну вот меня интересует там соточек 15, если вот на этой... К сожалению, нет. А что, уже все купили? К сожалению, не продается. А зачем тогда объявление? А где вы нашли его? Объявление около этой конструкции валялось. Видимо, наверное, раньше, когда эта конструкция... Так. По помойкам всегда лапите ищите объявление? По помойкам? Там нет помойки. Хорошо. Ну я вам все сказал. Всего доброго. Формально собственником этих участков является Кретов Алексей Валентинович. Это сложно сказать, кто это. Это землевладелец или, соответственно, риэлтор? Мне достаточно... То есть человек, наверное, появляющийся у нас в администрации, потому что я слышал такую фамилию, еще, видимо, где-то здесь владеющий землями, потому что, да, фамилия такая на слуху была, это я не скрываю. А уж какими он вопросами занимается в липецком сельском поселении или вообще в Серпуховском районе, мне сложно вам ответить. По информации, полученной нами из достоверных источников, Кретов является доверенным лицом Николая Дежура и помогает районному депутату во всех его земельных вопросах. Постановление выписано на конкретно этого человека, кому сейчас принадлежит земля. Ну, местный житель нам сказал, а это сейчас дословно Дежура Измайловича. С одной стороны, эти участки граничат с жилыми домами, а с другой – с гаражами, за которыми открывается прекрасный вид на природу в целом и Аку в частности. Предположить, что в районной администрации вполне разбираются в том, какие земли вывезти из муниципальной собственности и при этом получить за них немалые деньги. Просим считать данный сюжет официальным обращением в прокуратуру. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...